Не откладывая в долгий ящик, Юлия Николаевна Дьякова, методолог, кандидат экономических наук, финансовый консультант, замечательный человек и прекрасный профессионал. Юлия Николаевна, мы вас ждем с играми, квестами. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Татьяна Викторовна, за рекомендации и представления. Можно огонечками покажите, пожалуйста, если видно и слышно. Спасибо, ух ты, спасибо огромное. Да, у нас сегодня, спасибо большое за столько дней. Да, тема у нас сегодня очень интересная, но я как бы эту тему вот уже комплексно. У нас было несколько вебинаров на аналогичные темы, поэтому, коллеги, я сегодня хочу с вами повторить основы финансовой грамотности, о которых мы говорили много-много уже вебинаров. И поэтому презентацию я немножко так прижала, да, то есть я открою доступ к презентации, к скачиванию во второй половине вебинара. По ходу вебинара вы поймете почему, потому что я хочу от вас обратной связи с точки зрения, ну вот, все-таки продумать и сопоставить возраст детей с игровым обучением. То есть какие виды игр мы будем использовать в разной возрастной группе. И, конечно, презентация у вас будет. Я рада всех приветствовать. Желаю всем здоровья, финансового благополучия. Ну и как бы подведение итогов этого года, да, финансовых итогов. И постановки ваших целей на следующий год и обязательно их достижения. О себе вы обо мне почитаете в презентации. Татьяна Викторовна уже кратко рассказала. Единственное, я вас в конце приглашу в свои проекты. У меня есть социальный проект «Финансовая грамотность» педагогам и родителям. Кто еще не в проекте, ну вот, приглашу вас присоединиться. Ну, давайте вспомним нормативные акты. Несмотря на то, что у нас игры, да, у нас финансовая грамотность внедряется в образовательный процесс в соответствии, естественно, с законодательством. Напрямую, я знаю, что вы не увидите ни в законе об образовании, ни во ВГОСе ДО, да, а в остальных ВГОСах уже есть изменения о том, что финансовую грамотность нужно внедрять. То есть, вот напрямую ни в закон, ни ВГОС об этом не говорит, в ГОСДО. Это единственный ВГОС, который еще не изменился с этой точки зрения. Но в ГОС школьного образования, в ГОС СПО и высшего образования уже ввели компетенции финансовой грамотности. А в школьном образовании, я думаю, все в курсе, что со следующего года уже в обязательном порядке внедрение финансовой грамотности в образовательный процесс. Чем руководствуемся? Естественно, у нас есть общий документ на всю страну. Это стратегия повышения финансовой грамотности до 2023 года. Причем уже как бы есть мнение, что она будет продлена до 2030 года. У нас есть план мероприятий по реализации этой стратегии. Естественно, у нас есть ВГОСы, ссылочки все есть. И для дошкольного образования, так как у нас основная аудитория чаще всего на вебинарах – это педагоги дошкольных учреждений, то я привожу здесь именно метод рекомендаций. Если вдруг кто-то не знаком еще, то вот под шестым пунктом методические рекомендации. Ну и очень-очень кратко, как мы разрабатываем наши программы. То есть мы ориентируемся на все нормативные акты, плюс на что? У нас есть ВГОС, у нас есть примерная образовательная программа по опыту, так называемая. И педагог разрабатывает свою рабочую программу в соответствии с этими документами. Но сейчас у вас есть еще и воспитательная программа отдельно, то есть воспитание. И можно финансовую грамотность как в образовательную деятельность, так и в воспитательную деятельность тоже включать. Особенно если это будет курс не в основной программе у вас, а будет факультатив, допустим, либо это какой-то кружок будет по финансовой грамотности. Естественно, его можно в воспитательную часть включить. Ну а теперь непосредственно к финансовой грамотности то, о чем мы говорим. Ну здесь хотелось бы вам уже вопрос задать, да, потому что каждый вебинар я начинаю с того, что такое финансовая грамотность и что должен уметь финансово грамотный человек. Ну вот с точки зрения обычного человека, позиции обычного человека, что мы умеем, что мы должны уметь, да. Потому что финансовая грамотность это не кандидатские степени, там это не экономика в целом, это ежедневная наша с вами жизнь, и мы должны уметь ориентироваться в современной жизни. И в стратегии повышения финансовой грамотности у нас было такое определение, что финансово грамотный человек это прежде всего человек, который умеет ориентироваться в финансовой информации. Я здесь буду немножко зрения, я так на чат обращаю внимание, кто к нам приходит, присоединяется. Коллеги, всем добрый день. И кроме того, что он умеет ориентироваться в финансовой информации, он разбирается вообще в видах финансовых услуг, он умеет выбирать с точки зрения эффективности для себя лично эти финансовые услуги, то есть под свои цели подбирать финансовые услуги, ориентируется прекрасно в защите своих прав, как потребителя финансовых услуг, ну естественно умеет зарабатывать, сохранять деньги и что инвестировать эти деньги. То есть формула денег у нас какая, заработал, сохранил и приумножил, если брать вот такую трехступенчатую формулу денег. Да, конечно несет ответственность за свои решения. Так вот в формуле денег у нас многие семьи, почему у нас стратегия повышения финансовой грамотности, несмотря на то, что реализуется официально Минфином с 2011 года, вот в 2017 году, не стратегия, а программа именно повышения финансовой грамотности, Минфин реализуется с 2011 года, с 2017 на уровне страны стратегия принята, но у нас до сих пор у многих людей все-таки вот эта формула денег никак не работает. И многие говорят о чем? О том, что ну не хватает мне денег на жизнь. Вы знаете, ну любой богатый человек, который может ворочать миллиардами, он тоже может сказать, что ему не хватает денег на жизнь. Почему? Потому что наши, ну вот опустимся на землю, наши потребности, они безграничны, да, а ресурсы у нас всегда ограничены. Поэтому человек, ну вот ограничиваясь теми ресурсами, которые у нас есть, должен научиться управлять, ну вот минимальными своими потребностями и пытаться жить без долгов, да. То есть, к сожалению, у нас сейчас, ой, ну порядка где-то почти одного триллиона просроченной кредиторской задолженности кредитов, именно физических лиц, потребительских кредитов. То есть это достаточно большая сумма. И со следующего года у нас что вводится? У нас банки коммерческие не будут иметь право выдавать кредиты для тех лиц, у кого нагрузка кредитная превышает уже 50%. Это все рассчитывается, да, по вашим доходам и кредитам. Ну и, естественно, не просто так вводится обязательно обучение финансовой грамотности. Ну и мы как педагоги с вами сталкиваемся с тем, что нам надо обучать. Ну, я призываю начинать с себя, да, то есть вот финансово грамотный человек, если вы по всем этим пунктам уверенно отвечаете, да, да, можно продолжать, да. То есть тогда мы переходим к чему? К тому, что мы, ну, можем обучать. Я говорю о чем? О том, что дети, они очень чувствительные, они педагога воспринимают, ну, как эксперта, да, то есть как человека, который передает свой опыт. Поэтому педагог, ну, на мой взгляд, вот верят тому педагогу, который сам финансово успешен и может делиться вот в том числе и своего опыта финансовыми, ну, кейсами своей жизни, своего опыта. Поэтому, пожалуйста, давайте повышать финансовую грамотность. Предела ей нет. Почему? Потому что каждый день у нас вносятся изменения, и прокачивать свой финансовый интеллект, ну, сегодня, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, нужно ежедневно. Если говорим уже о статистике и о замерении уровня финансовой грамотности, то мы знаем, что у нас есть индекс финансовой грамотности, который в целом к нам пришел из международной практики. Это организация экономического развития и сотрудничества. Здесь у нас с вами индекс состоит из трех уровней. И, ну, если в целом, то вот российский индекс, он как бы по российской здесь методике рассчитан. Мы видим, что у нас вообще по индексу финансовой грамотности Россия сейчас где-то занимает, ну, девятое место, вот по последним измерениям. Та статистика, которая была мне доступна по данным Минфина. Банк России замерял по своей методике. И, ну, вы видите, что уровень финансовой грамотности в целом повышается. Повышается грамотность именно сберегательная. То есть вот вторая часть формулы у нас начинает работать. То есть население все-таки начинает сберегать деньги, не только тратить. Но если брать начало прошлого года, да, то есть весну прошлого года, НАФИ, это аналитический центр, национальный центр финансовой грамотности и аналитический центр НАФИ, вот замеряли уровень такого финансового благополучия, да, скажем так, поведения людей, и где-то 35% населения, вот на весну 2020 года, я думаю, что не сильно это изменится, если замерят на следующий год, то 35% где-то населения сказали, что у них на первом месте это финансовые проблемы. И эти финансовые проблемы, естественно, влияют на психологическое состояние любого человека, начиная от взрослого и заканчивая ребенком, да, то есть ребенок, если знают, что ему не могут купить игрушку, ну, естественно, он как бы расстраивается. То же самое мы говорим о взрослых людях, когда мы, ну, как бы у нас портится настроение, если мы знаем, что наши доходы снизились, и у нас нет дополнительных источников дохода, а тем более нету финансовой подушки безопасности. Давайте перейдем к нашей теме. Вот кратко, как бы предысторию, да, то есть мы с вами обозначили. Педагоги, вы здесь все педагоги, вас учить педагогики я не буду, но вы все прекрасно знаете, что игра – это, ну, такой один из основных видов образовательной деятельности. И вот я сейчас хочу с вами, ну, как бы задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы как взрослые люди, ну, кратко в чат можно там двумя-тремя словами, вот в самое последнее время, где вы сталкиваетесь именно с игровой деятельностью, с точки зрения финансовой грамотности. Вот просто такой вопросик на засыпку, не на засыпку. Ну, скажите, пожалуйста, где вы встречаете, а я скажу вам, что вы ежедневно это встречаете, именно игры с точки зрения такой финансовой грамотности. И эти игры используются сейчас ежедневно в приложении Звера, да. Какая там есть у нас лояльность к клиентам, да, и игра у нас Викторина Тинькова, правильно, да, в магазинах, на Алиэкспресс. То есть, смотрите, верно, верно, да, то есть кроссворды, ну, да, это если вы разгадываете. А вот у нас вы верно ответили в том направлении. То есть практически любая сейчас компания использует в своих рекламных целях игровую деятельность. То есть все наши накопительные скидки, все наши вот эти Сберспасибо, да, тем более Сберспасибо, там Сбермания, или как она называется, игра, целая игра. У Тинькова тоже есть и квесты, и игры. А вот в квестах я бы, например, назвала, да, спасибо огромное, коллеги, да, мы с вами в одном направлении мыслим. То есть, смотрите, нас сегодня вовлекают, это взрослых, да, то есть и мы с удовольствием, в принципе, вовлекаемся в эти игры. То есть мы участвуем в рекламных акциях, мы играем там, ну, я не знаю, у Тинькова очень много различных игр. Допустим, та же игра «Обучись инвестированию», тебе дадут за это акции подарочные, ты их можешь, там, выполнив какие-то условия, превратить в деньги, или купи фонды Тинькова, заработай там деньги, или накопи вот эти, пройдись по приложению Сбермания, да, кажется, она называется «Онлайн-иград Сбербанка» и так далее. Очень много, магниты, пятерочки, ну, вот вы писали, Алиэкспресс и так далее, различные игры, та же лента, ну, очень много, практически все ритейл, весь ритейл у нас, вся рекламная вот такая деятельность, она заключается в вовлечении. То же самое мы делаем с вами в обучении, да, если мы не вовлечем детей, если мы не вовлечем подростков в обучение, ну, они пройдут мимо. Почему? Потому что детям в первую очередь нужно, как бы, вовлечение, то есть интерес. А почему я должен это учить? У ребенка, ну, сразу такая, как бы, блок становится, что мне это неинтересно, все. Если мы начинаем вовлекать, то есть с помощью игры, естественно, интерес возрастает, и ребенок, не замечая сам того, начинает обучаться. Ну, по квестам, да, если мы берем квесты, то есть я бы назвала квест вот сейчас любой, например, «Выбери финансовый продукт», да, еще тот квест, если, например, ну, что сделать, выбрать вклад, да, куда, где сохранять свои деньги, какой счет выбрать, вклад – это депозит, либо это накопительный сейчас счет, да, вот набирают они обороты, почему я выберу этот вклад, а выгодно ли это мне, вот, допустим, как вы будете анализировать выбор вклада. Я бы всем рекомендовала, но они сейчас закрыли, я там ссылочку делаю в презентации на игру «Вклад от Сбербанка», мобильно можно скачивать мобильное приложение, он так и называется, «Вклад», но они сейчас его закрыли на переработку. Я думаю, что они его сделают гораздо интереснее, хотя оно и так было достаточно интересное. Я бы вот рекомендовала подросткам и взрослым именно в это приложение поиграть. Ну, вот я надеюсь, что они его в следующем году запустят, потому что, ну, я сама его прошла, как бы там 10 уровней, можно их пройти за, ну, буквально там за час-два, ну, чтобы вот вникнуть, но именно вот эта игра, когда мы на игровой ситуации, у нас есть какой-то капитал, приложение, я в конце у вас в презентации, ссылка на него будет, это приложение «Вклад от Сбербанка», мобильное приложение, это игровое приложение, то есть когда вас наделяют каким-то капиталом, у вас есть первоначальные условия, то есть, ну, вы там, допустим, семья, обладающая там капиталом, я не знаю, там, в 300 тысяч рублей у вас есть заработная плата, и вам нужно прожить финансовый год, достичь какого-то уровня, не потерять уровень счастья при этом, да, то есть мы говорим о том, что наши потребности безграничны, ресурсы ограничены, поэтому вот этот баланс соблюдать, когда мы при ограниченности наших ресурсов можем достичь не только наших финансовых целей, но и как бы нашего общего баланса, гармонии, то есть счастья человека, как бы, которое, конечно, не ограничивается только деньгами, но тем не менее деньги, вы уже посмотрели, играют важную роль. То же самое с детьми, то есть мы должны их вовлекать. Ну, если говорить об игровом обучении, да, то есть я взяла из Википедии самое первое определение игры, то есть нужно воссоздать опыт, и ребенок должен этот опыт повторить. Поэтому, когда мы говорим об игре, то о чем мы говорим? Ну, давайте виды игр. Напомните мне, пожалуйста, какие у нас есть виды игр в педагогике, если мы берем педагогику. Давайте, чуть-чуть сегодня хочу активности. Так. Кроме интереса детям. Ну, вы знаете, есть же игровые различные моменты, когда мы в игре придумываем, и очень много игр направлены на это. А в игре у нас есть различные бонусы, различные, как бы, денежные валюты и так далее. Вот в любой игре, так, интерактивные, настольные, обучающие, дидактические, да, театрализованные, режиссерские, развивающие, обучающие, сюжетные. Ну, смотрите, у нас есть разные, да, и вы как раз-таки здесь воспроизводите, спасибо огромное за обратную связь, у нас есть разные игры, да, немножко напомню, разная есть классификация игр, не буду сейчас уговорить о педагогах, которые классификацию, то и ученых, которые проводят эту классификацию. Ну, вот давайте на основную классификацию. То есть у нас есть сюжетно-ролевые игры, да, и если мы говорим о дошкольниках, то часто очень, да, дети, начиная там с трех лет, начинают, да, вот именно играть в сюжетно-ролевые игры, причем они проигрывают что? Им здесь не нужен даже и педагог. То есть они воспроизводят в этих играх те роли и тот опыт, которые они прожили уже в своей жизни. Я думаю, вы все с этим согласитесь. Когда педагог подключается в сюжетно-ролевой этой игре, то он должен, ну, как бы очень осторожно продумывать, да, как, куда направить детей, как их направить вот в этой сюжетно-ролевой игре. Есть театрализованные или, да, драматические игры, как их еще некоторые педагоги называют. Это игры, направленные на что? На то, что есть сценарий и есть зрители. Ну, так сказать, театральная такая постановка игры. Есть игры дидактические. Это, наверное, один из основных видов игр, которые используют педагоги. То есть это игры, где уже четко прописаны правила с точки зрения, ну, педагога или разработчика игры. Им просто необходимо следовать. Ну, и есть различные подвижные игры, да, то есть настольные игры, если мы берем, вот, ну, настольные тоже могут быть дидактическими играми. Ну, как бы вот такие основные виды игр, ну, на мой взгляд, вот мы с вами как бы в чате, вы мне тоже про них сказали. Итак, у любой игры, у любой игры, прежде чем обучающей игры, да, когда мы говорим об обучении, должна быть цель. То есть вы сначала для себя ставите цель. А чтобы поставить цель, нужно что знать? Нужно знать, для какого возраста вы хотите игру сделать, да, то есть, ну, или выбрать игру уже из готовых, либо свою разработать, и на какую тему. Вот зная эти, и какие у вас компетенции к этому есть. Зная вот эти три у вас вот направления есть, вы можете ставить цель и начинать планировать игру. То есть, и на какое количество еще человек тоже от этого будет зависеть. То есть мы ставим цель, мы планируем ход игры, мы в ходе игры, да, то есть достигаем эту цель или не достигаем, и, естественно, анализируем наши результаты. И в ходе игры дети, кроме того, что они проживают опыт, получают навыки, мы еще говорим о том, что они учатся чаще всего, игра это командная обычно работа, они учатся работать в команде, то есть социализация у них тоже здесь достигается посредством игры. Итак, хотела у вас спросить, да, что должны знать дети, но отправлю вас как бы к все-таки метод рекомендации Министерства просвещения. Они изданы в 2019 году. Если кто-то еще не знаком в списке, я их всегда привожу, и я взяла оттуда вот такую структуру, то, что должны знать дети в возрасте 5-6 лет и 6-7 лет, ну, то есть это какая старшая группа и подготовительная группа, о финансовой грамотности. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, что вы и без финансовой грамотности, я сейчас к педагогам-дошкольникам обращаюсь, уже и так, можно просто циферки указывать, да, что вы и так до введения вот этих всех рекомендаций о том, что мы вводим финансовую грамотность, что и так было уже в детском саду. Правильно, первое, труд, профессия, мы это и так с вами знакомили детей. Ну, пройдитесь еще. Да, да, спасибо огромное, коллеги. То есть я думаю, что вот для вас там таких вот глобальных, новостных каких-то, ну, вот знаний в их, да, девятое, мы знакомили с предприятиями. Дальше. Одиннадцатая кто-то. Все сказки, да, у нас богатство, бедность, жадность, щедрость. Я думаю, что вот одиннадцатая точно в детском саду. Даже я еще когда вот ребенком была, это, ну, вот обязательно, да, потому что это культура вообще человека говорить на эти темы. Но вот с восьмым, смотрите, вот восьмое, да, это вот, ну, не совсем, не всегда соглашусь, но может быть в некоторых играх как бы и проигрывали. Но вот обратите внимание, восьмое, да, то есть одиннадцатое, оно отнесено все-таки уже к шести-семи годам. Хотя, честно, я бы вот и с рекламой, и с потребностью, и с там богатством, бедностью, жадностью, ну, знакомила чуть-чуть пораньше даже, там, с пяти лет точно. А с рекламой так вообще бы с трех лет объясняла, что есть реклама, да, то есть для чего эта рекламная деятельность направлена, и почему мы не можем удовлетворить все наши потребности, ну, то есть все капризы, все желания, потому что у нас возможности ограничены. Ну, вот кто-то, да, Ирина, спасибо, с первого по одиннадцатый, а все, в принципе, знакомо. Смотрите, то есть я думаю, что если вы подходите вот с этих позиций, что это ежедневная наша жизнь, да, жизнь любой семьи, и в каждой семье, каждая семья находится в каком-то культурном социуме, да, когда ребенок приходит в детский сад с трех лет, а сейчас и раньше, да, если в Ясли, то в детском саду разработаны все программы, которые направлены, да, то есть на социализацию ребенка, на культурные ценности и так далее, то я думаю, вот с этих позиций не надо пугаться этих громких слов финансовая грамотность. То есть финансовая грамотность – это наша ежедневная жизнь. Но только что нужно знать основы, да, то есть как мы живем, да, то есть вот эти вот установки родителей, поэтому мы говорим при разработке программ по финансовой грамотности, прежде чем разрабатывать программу, мы все-таки анкетируем родителей, да, то есть делаем такую диагностику, срез, какие дети, из каких семей к нам пришли, какие установки в семьях. Я думаю, что это можно при помощи, ну, таких простых анкет для родителей сделать. И потом многие коллеги уже много лет ведут работу с родителями совместно. Почему? Потому что, ну, дошкольники – это все-таки дети, которые живут в семьях. Мы говорим об установках в семье, о том, что дошкольники – это еще дети, у которых нет своих денег. Ну, часто они, конечно, появляются там с пяти лет, но дети еще не всегда осознают, да, вот эти деньги. Хотя, если в продвинутых семьях, где папа с мамами, там, допустим, финансисты, и ребенок общается и каждый день слышит, естественно, он, возможно, какие-то основы уже знает. Поэтому, когда мы говорим, вот давайте перейдем к играм, какие игры мы здесь можем с вами вести, я беру уже статистику, я уже знакомилась с этой статистикой, это в том же исследовании Центробанка, то это мы говорим уже о том, что внедрено, что вы проводите, да, и многие из вас. Мы говорим о том, что чаще всего мы используем сюжетно-ролевые игры в детском саду и дидактические игры. Мы об этом уже сказали, то есть обучающие игры, где мы разрабатываем свои правила. Экскурсии в банке, музей и так далее. Конечно, это классно, но это, я думаю, что статистика еще была допандемийная, да, сейчас, к сожалению, ну вот эти экскурсии, но можно проводить виртуальные экскурсии, подключаться там, допустим, к родителям просить и так далее, там на 15 минут снять какой-то видеоролик о работе родителей, подключать к этой, ну как бы, работе родителей. Родители часто очень активно откликаются, просто не всегда, ну как бы, воспитатели вовлекают детей, ой, родители, извините, в эту работу. Хотя, если я просто сейчас говорю от человека, который, ну, своего ребенка обучает, да, я знаю, что я всегда открыта. Если какие-то дополнительные, ну вот, от школы, от садика, я как бы не видела такого вовлечения. А вот различные дополнительные детские центры, они активно, в принципе, вовлекают родителей, особенно когда говорим о финансовой грамотности, то, ну, как-то вот дети приходят, дети просят там что-то рассказать и так далее. Либо составить совместное какое-то интервью. У многих центров есть такие видео. Но я видела и в детских садах многие коллеги тоже используют различные формы вот этой интерактивной связи с родителями, там через Инстаграм, через какие-то вот накопительные такие, может быть, не Инстаграм, а сайт самого детского садика. Либо хотя бы просто фотоработы. Забыла сейчас, как они называются. Но есть как бы, ну, такие плакаты интерактивные, когда мы делаем различные тематические плакаты на различные темы. Вот здесь можно использовать такую игру с родителями про их профессии. Я, ну, как бы вот ссылаюсь на авторов программы «Занимательные финансы». Мне нравится у них вот этот сборник «Играем вместе», когда мы начинаем для дошкольников игровые занятия с моих домашних обязанностей. То есть как познакомить ребенка с трудом, да, то есть вот с чего мы начинали. Первая тема – это труд. Все-таки с трудом именно дома, да, то есть какие домашние обязанности. Плюс подключаем садик, то есть дети активно помогают убирать свою группу, убирать игровые площадки свои. Поэтому здесь как бы, ну, вот, мне очень нравится вот такой подход, знакомство с профессией. А дальше для дошкольников, да, мы начинаем подключать. Ну, школьники и так часто играют. Смотрите, у нас, когда заходим в любой детский магазин, какие у нас игры для дошколят чаще всего сейчас используют. Все игры связаны с профессиями. И если мы говорим о профессиях, то чаще всего мы говорим там покупатель, продавец, да, дети очень любят там, начиная с трех-четырех лет, играть в магазин. Они не до конца еще понимают, но они копируют, да, если их родители водят, берут с собой в магазины, они начинают копировать. Да, плюс сейчас очень много мультфильмов. Именно игру знакомства с деньгами начинается с магазина. И я очень рекомендую, хотя многие сейчас начинают возражать, зачем нам наличные деньги, зачем нам показывать детям наличные деньги, если они прекрасно уже там с 5-6 лет с карточками, да, тем более с 6 лет банки уже выдают карточки пластиковые детям. Банковские они устанавливают свои приложения мобильные, но это согласие родителей, да, потому что карточки эти привязаны к счетам родителей. И вот здесь хочу опровергнуть, что обязательно нужно знакомить детей, и любая программа, и та же парциальная программа Банка России в метод-рекомендациях, и программы коллег, которые разработаны, они все начинаются, вебинар до часа будет, до часа 10 где-то, они все начинаются со знакомства с наличными деньгами. То есть пока ребенок не осознает и не поддержит в руках деньги, то мы не можем говорить, что он поймет, что такое деньги вообще, и сможет ими управлять. Почему? Скажите, пожалуйста, вам проще сохранять деньги, когда они у вас в кошельке наличными, или когда они на картах? Вот просто такой вопрос, ну как бы ежедневный, да? Я, например, отвечу свой на карте, если она у вас с вами всегда. Смотрите, здесь вот такой спорный вопрос, да? То есть кто как ведет бюджет. А тратить вот как проще, когда на карте или когда в кошельке? Здесь все люди делятся, да? То есть все будет зависеть от вашей психологии, от вашего восприятия. С деньгами расстаться проще, ну, например, мне, да, когда они на карте. Психологически проще, да? То есть тратить деньги, когда они просто на карте. Если у вас в кошельке вы видите количество денег, да, у вас тогда срабатывает, ну, как бы, скажем так, галочка, ага, вот у меня деньги, у меня было запланировано то-то, то-то, то-то. Ну, я говорю, проговариваю свой опыт. На карте, если, на карте гораздо больше возможностей, да, когда вы деньги делите между разными счетами, да, то есть открыли копилку, открыли, допустим, накопительный счет, и тогда уже на вкладке у вас нет денег, да, в самом, допустим, на самой карте, то есть вы ее разбили по разным счетам. Сейчас это позволяет делать и теньков, там, и Сбербанк, я думаю, и ВТБ, и любой другой банк сейчас идет на то, чтобы помочь человеку накапливать деньги. Но дети, которые не понимают еще, что такое деньги, они видят, что родители покупают сейчас в интернете, да, то есть можно ребенку попробовать поиграть, это если с точки зрения родителей, поиграть в виртуальный магазин, то есть сходить в электронный магазин, и мы с вами можем даже там положить в корзину кучу там товаров, показать ребенку, как это делается, и сказать, да, то есть ребенок вот набросал в корзину разных товаров, потом сказать, что деньги ограничены, да, то есть такая игра, но это больше с родителями игра. А если мы говорим о детском садике, то здесь лучше всего, ну вот, допустим, в фикс-прайсе я видела несколько наборов, ну, буквально там месяц назад, это игровые деньги, то есть даже если мы не можем позволить купить какой-то дорогой такой магазин, то у нас всегда есть в группе разные игрушки, разные овощи, там, фрукты и так далее, мы можем сами смоделировать этот магазин, купив такие наборы недорогие, они там порядка 100 рублей стоили, вот наборы с игровыми деньгами, и самим разработать игры по финансовой грамотности именно с изучением вот этих денег. Можно вырезать, да, но я думаю, что на принтере, что на принтере на цветном распечатывать банкноты, что купить банкноты, ну, как бы по стоимости, наверное, будет одно и то же, по трудоемкости не знаю, здесь каждый по-своему решает. То есть когда мы говорим о том, что изучаем деньги, изучаем, ну, как бы ролевые игры, мы можем прекрасно игру-магазин под разные вот цели и задачи подстраивать. Когда мы говорим о пластиковых картах уже, то я думаю, что это более ближе к старшей группе. Почему? Потому что все-таки дети должны научиться обращаться и рассчитываться на личными деньгами. Да, здесь, вот я еще раз говорю, семьи абсолютно разные, но программа, если мы берем программу, она подстроена, ну, такую общую, вот я еще раз возвращаюсь к вот этой схеме, я по ней иду, она подстроена под такие общие направления. Я просто знаю, что многие дети там с пяти лет, если семья предпринимателей, они пытаются уже деньги зарабатывать. У меня дочка тоже с трех лет ходила, развешивала, везде объявления рекламные, что у нее магазин, что она что-то продает. Но единственная проблема была, да, с установкой цен. То есть мы сейчас говорим ближе к чему? Пять, шесть, семь лет – это обучение математике, обучение счету. По программе у нас дети до семи лет, до скольки должны уже считают? По программе я знаю детского сада, там до десяти, двадцати, да, не больше. В школу идут, вот, ну, как бы основы, да. А, до двадцати. То есть, смотрите, вот ребенку сложно еще ориентироваться в этом возрасте с ценами, поэтому здесь цены будут игровые, вот, в игре в магазин, особенно если три года. Да, он понимает, там, ролевые игры, продавец, покупатели что-то покупают, но вот эту сумму денег… Отлично, Елена. Здесь я говорю на средний, да, то есть уровень детского сада, да, дети сейчас продвинуты. У меня дочка тоже считала, до школы до стая больше, но столкнулись сейчас вот даже уже второй класс, дети еще, к сожалению, не все, да, то есть если брать вот такой средний уровень, к сожалению, не все дети, не со всеми детьми занимаются родители, не у всех детей, вот, ну, способности, способности разные. Поэтому еще раз говорю, что в детском саду с самого начала, даже если вы с трех лет начнете с ними играть, то лучше всего это делать с, ну, теми цифрами, с которыми они знакомы. Говоря о квестах, ну, квесты здесь для детского сада, я бы сказала, что это не совсем может быть тот вид игры, но, тем не менее, дети любят приключения, и вот в театрализованных каких-то постановках, в финансовых сказках, да, Лариса, вот дополняет, что именно счет, вот в игре магазин важен счет, да, то есть мы учимся считать эти деньги, и пусть они будут там купюрами или монетами по рублю, купюрами там по, сколько у нас, купюры, видите, по 100 рублей, ну, вот пытаться детей знакомить сложно, обычно игровые деньги там будут монетами в самом начале. Говоря о квестах, я думаю, что это игры более такого старшего возраста, здесь можно просто такие приключенческие по сказкам делать квесты, либо такой минимум квест, как накопить на игрушку, но опять-таки с точки зрения счета детей, да, то есть сколько стоит игрушка и как рассчитать финансовую цель, все-таки это ближе уже там второй класс, ну, первый, второй класс, малышу будет мало понятно, но вот здесь малышу объяснить, как зарабатываются деньги и как купятся эти деньги, лучше всего, и на прошлом, кажется, вебинаре я сбрасывала книжку про зайку в зайколэнде, который там зарабатывал на морковках и копил себе на игрушку, и у него был выбор, то есть можете вот поискать эту книжку, она в книжных магазинах есть, ну, то есть как бы вот детям доносить вот эти основные, ну, или вот финансовый трамвай, здесь можно сделать игру по основным таким понятиям, о которых мы говорили вот в метод-рекомендациях, ну, такие минимальные, да, для этого возраста. Чем выше возраст, тем больше мы идем. Если мы говорим о браузерных играх, я думаю, в детском саду вы их навряд ли будете использовать, ну, как родители их можно, в принципе, использовать. Ну, вот есть такая игра на сайте Банка России, финансовая культура, тайно потерянные копилки, ну, чисто такая игровая ситуация, которую ознакомят с основами. Мой первый ресторан, вот дети во что любят? Фермы, рестораны, сейчас очень много таких мобильных приложений. Единственное, нужно отслеживать именно рекламу в этих приложениях, да, чтобы была отключена реклама, и чтобы дети не тратили там реальные деньги. Говоря о настольных играх, в данном случае, ну, настольные игры, насколько вот как бы ходилки, различные ходилки, можно, в принципе, продумать. Ну, вот одна из таких ранних игр от шести лет, это «Шаги к успеху», это тоже сайт и разработчик здесь Банк России, вот сайт интересный, там тоже много игр, долл-игра. Когда мы говорим о дошкольниках 5-7 лет, ну, вот кратко я и раньше приводила вот эти ссылки, да, то есть есть Судоко, вот я на Яндекс.Диске, там очень много различных игр, первые деньги. Есть очень много информации на... Вот калининградские сборники мне нравятся. Есть картотеки на порталах для воспитателей, есть различные вообще как бы игровые целые программы, вот, например, как про кота Белобока, тоже очень много интересного. Коллеги, вот можете вопросы ваши формировать во вкладке «Вопросы». Я в конце вебинара, ну, все, что не будет, не будет связано. И как бы сейчас, секундочку, я подключу, да, то есть разрешаю скачивание. Я не стала сегодня игр никаких, но вот хотелось бы с вами именно по обратной связи. Спасибо вам огромное. Это дошкольные, да, то есть коллеги наши, педагоги. Если говорить о школе, смотрите, школьное образование, я думаю, вы уже как бы присутствовали на разных вебинарах разного уровня, которые проводятся различными федеральными центрами по финансовой грамотности. Многие из вас прошли повышение квалификации по программам этих федеральных методических центров. Но основные федеральные методические центры, которые осуществляют подготовку, да, то есть на федеральном уровне за счет федеральных средств. Это Высшая школа экономики, федеральный методический центр, это федеральный методический центр при Российской Академии Народного Хозяйства, при президенте Российской Федерации. Это, если мы говорим о платных повышениях, то сейчас, допустим, образовательные проекты ПАК, раньше они тоже бесплатно были, было повышение, сейчас там минимальный уровень оплаты повышения квалификации именно школьных педагогов. То есть здесь очень много, много очень различных центров повышения квалификации, я думаю, Вы это знаете. И на что ориентируемся именно в школе? Мы ориентируемся уже на ВГОС. В каждом, во ВГОСе по уровням школьного образования, и некоторые школы, наверное, уже с этого года, может быть, начали внедрять, хотя многие школы до этого именно работали по финансовой грамотности со школьниками. Я просто знаю, в разных регионах при Минфине очень много с 2000, там, с начала 2000-х годов проводятся различные программы. Пилотные регионы участвовали, вот такие, как Волгоградская, допустим, область, Калининградская область, ну и много других регионов уже. Сейчас практически все регионы подключены. И есть проект Минфина, да, вот я Вам сейчас ссылочку прямо на библиотеку этого проекта, проект «Мои финансы». Он сейчас, раньше была программа «Дружи с финансами», сейчас она закончилась, этот проект. Но есть проект «Мои финансы», где есть библиотека, так, сейчас я Вам ссылку сразу в чат. Вот в этой библиотеке, ну кроме игр, там очень много различных других материалов, которые были накоплены за эти годы, вот в рамках проекта «Дружи с финансами». Их сейчас просто переместили на вот этот портал. Так, и говоря о финансовой грамотности для младших школьников, обратите, пожалуйста, внимание, ну кроме того, что уже школьники точно знают доходы, расходы, что такое разумное потребление, необходимые покупки, различные профессии, да, мы их в садике с этим познакомили, в школе они только углубляют эти знания, мы говорим, обязательно говорим об основах финансовой безопасности. Почему? Потому что как только у школьника появляются деньги, а сейчас многие школьники деньги, опять-таки мы безналично, да, то есть карты, мы говорим, и плюс у школьников есть свои телефоны, мы говорим о том, что как только появляется сейчас сим-карта, да, а к ней привязаны практически все наши персональные данные, то мы обязательно говорим о финансовой безопасности, то есть что такое персональные данные, что их нельзя никому давать, что персональные данные уже многие, ну вот специалисты для детей, да, как объяснить детям, что такое персональные данные, ну вот такой, как бы, пример, как, допустим, зубной щеткой, будете делиться? Не будете, да, это персональное. Вот так и персональные данные, то есть телефоны, где у вас есть номер телефона, где в телефоне вставлена сим-карта, вы тоже никому не должны давать пароли. От банковской карты пин-коды, с обратной стороны CVV-коды, да, то есть никто не должен знать ваши пароли и ваши персональные данные, как, они должны храниться так же, как ваша зубная щетка, да, то есть индивидуально. Все, никто об этом знать не должен, ну, естественно, кроме родителей. И когда мы говорим о играх с младшими школьниками, мы говорим о понятиях, что нам нужно проигрывать ситуации с карманными деньгами, с планированием своего бюджета, с помощью в планировании семейного бюджета, потому что, ну, не все семьи планируют свой бюджет, уже знакомить детей с накоплением, да, то есть как зарабатываются деньги. Ребенок младшей школы – это его карманные деньги, ну, плюс, может быть, он какую-то помощь родителям осуществляет. Дети сейчас разные. Вы сами говорите, что не только счет до 100 и выше. Многие очень хорошо разбираются в компьютерах, там, в мобильных приложениях, могут побыстрее, чем мы, настроить, да, какие-то технические вещи. Поэтому здесь могут они помогать абсолютно спокойно родителям, и, может быть, какие-то даже подработки, вот, проводить какие-то, может, консультации и так далее. Особенно дети, те, кто занимаются ручными какими-то поделками и так далее, уже абсолютно спокойно могут продавать свои поделки, ну, на школьных ярмарках, да, то есть где какие-то там мероприятия может быть благотворительные. Ну, то есть вот эти основы уже для младших школ мы ставим как цель наших игр. И, ну, есть уже готовые разработанные игры. Если вы хотите собственную игру создать, то, естественно, вспоминайте финансовых игр. Да, вот, кстати, из Белоруссии игры очень интересные по финансам. Спасибо большое, Юля. Так, сейчас, пока чат не убежал, перейду, посмотрю. Эти же игры. Да, вот я об этих играх говорила. Денежный поток олигарха. Но здесь как бы обращайте внимание на стоимость, доступная или нет. Здесь еще интересные игры. Я пока говорю вот о бесплатных играх, которые можно скачать. Это счастливые финансы, да, то есть игра приключения настольная. Ее можно распечатать. Ну, единственное, тоже потратить деньги. То есть соизмеряйте. Смотрите, можно купить готовую настольную игру. Сейчас, секунду. А можно самому с сайтов там печатать по стоимости, что это будет. Вот это игры, ну, такие основные игры, в которые, ну, я на примере своей дочки, да, говорю о том, что младший дошкольник, она сейчас во втором классе, вот просто очень много времени потратили на игру «Монополио». Сейчас чуть-чуть надоела эта игра. То есть ребенок вовлекается. Фиксиномика, ну, тоже подобные, да, настольные игры. Если мы говорим о играх, которые можно скачать, вот еще замечательный сайт, тоже Банка России, «Долл.Игра», можно скачать, провести игры, заполнить отчеты, даже получить сертификаты о проведении игр. Я просто взяла, как бы, ну, такой самый минимальный от 9-10 лет, вот финансовый ребус и игра. Если говорить, да, у нас время ограничено, давайте я так кратко пробегусь, вы все можете потом познакомиться с разными возрастами игр. Если мы говорим о средней школе, смотрите, если мы говорим о младшей школе, то детям интересны, ну, как бы, различные герои, различные, такие приключенческие еще игры. Если мы говорим о школьниках постарше, уже о средней школе, то детям интересно уже общение между собой, соревнования между собой, да, более, ну, как бы, интересно. Темы у нас, в принципе, остаются те же самые, но здесь детям уже интересно, ну, как бы, из младших школ, с третьего класса, я думаю, четвертого, дети уже прямо активно интересуются, как научиться зарабатывать деньги, потому что я проводила опрос в фокус-группе буквально вот, ну, в начале осени, и у меня дети были из разных регионов, там порядка 20-30 человек, и максимальный вот интерес у детей, вот именно вопрос, как научиться зарабатывать деньги. И здесь дети должны прекрасно понимать, что можно быть наемным работником, и какие вообще виды работы они могут сейчас делать, и что, о чем говорит нам трудовой кодекс. Трудовой кодекс говорит, что с 14 лет, в принципе, в согласии родителей, ребенок может уже официально подрабатывать, то есть с заключением договора, да, даже трудовой договор 16 лет он может заключать, гражданско-правовые, вот с 14, с согласия родителей, но там, что основные у нас, какие направления, что не должно вредить обучению, не должно вредить здоровью и жизни ребенка, эти все различные подработки. И когда мы говорим об играх, ну, смотрите, подвижные игры здесь и для младших, и для средних школьников, вот на Яндекс.Диске очень много различных подвижных игр, связанных с финансов. Это игры, вот то, о чем я говорила, «Умное счастье», она тоже, ну, вот сложно разделить, я пыталась разделить игры. Различные мобильные приложения, и я бы что еще рекомендовала. Смотрите, есть сайт, ну, не сайт, а фонд банка Сбербанка, «Вклад в будущее». Вот эта игра, о которой я говорила, мобильная вкладка, когда будет доступна, очень интересно у них. И у них есть на сайте направление финансовой грамотности, где очень много игр со сценариями, их тоже можно скачать абсолютно бесплатно. Вот здесь я вам… Ну, вот эта игра, кстати, это будет, скорее всего, платная, но я сейчас подойду и к бесплатным играм. Это навигатор по финансовой грамотности, вы можете просто еще самостоятельно поизучать. Говоря о дошкольниках, то есть школьниках, еще раз отправляемся к дол-игре, и вот мы можем финансики скачать отсюда, игру. Это игра, ну, как бы… зарубежные, да, аналоги зарубежных игр, которые очень сильно, ну, как бы такие были популярны, разработаны для детей 13-17, ну, подростков, скажем, 13-17 лет. Еще на что бы я обратила внимание, мы говорим о том, что детям нужно прививать понятие реальной жизни, да, и вот мне очень нравится вот эта браузерная игра для школьников, ну, можно и для более младших, просто главное разобраться. Это ЖЭК, да, то есть это все наши коммунальные платежи, услуги, как их учитывать, как экономить, то есть как оплачивать. Вот в этой игре проигрываются все эти ситуации, на примере отдельной семьи и их бюджета. Здесь есть рекомендации и родителям, и педагогам на сайте, если зайдете. Так, только единственное, что я не вижу, я поправлю презентацию. Смотрите, вроде бы вставляла. Ну, если вы найдете в поисковике, я думаю, быстро найдете. Я поправлю потом презентацию. Вот кто в группу ко мне придет, я поправлю презентацию, сможете скачать со ссылочками к этой игре. Еще один из видов игр, которые очень нравятся детям, это вот один из видов таких квестов, то есть станционные игры. Когда мы разрабатываем игру по отдельным, внутри игры отдельные тематические станции или разделы. В данном случае очень интересно, можно проиграть любую тему. Банки, страхование, там, я не знаю, те же продажи. Вот готовые уже игры есть в копилке образовательных проектов ПАК, станционные именно игры. Там же есть методички к этим играм и разработаны они с учетом возраста детей. То есть 5-6 класс, 7-8 класс здесь отдельно. Разработаны тот же побег из долговой ямы или реклама в нашей жизни, какую роль играет. Распродажа евротур по младше здесь детям. И там же, кроме этих станционных игр, есть много других игр на сайте ПАК. Если мы говорим о таких дополнительных образовательных программах, то мне очень нравится программа, я с ней познакомилась еще в прошлом году на конкурсе «Идкранч», я как эксперт выступала. Это «Финграмм». Для детей в этом году они запускают от 6 до 15 лет. У них разработаны свои собственные игры, 10 настольных игр по разным темам финансовой грамотности. И каждую тему здесь проект, который обучает именно онлайн плюс офлайн. То есть бленд, такое смешанное обучение, когда дети учат курс с героями на платформе, а играют и закрепляют знания с педагогами очно в центрах. Это коммерческий проект. Игры здесь стоят, вот этот комплект, весь игр стоит где-то порядка, не могу сейчас точно не вспомнить, но порядка 40-50 тысяч весь комплект. Плюс обучение педагога, тренера по финансовой грамотности, порядка 10 тысяч. Я в этом проекте сейчас работаю именно для детей от 12 до 15 лет. Финансовую грамотность как методолог. То есть я подключилась к этому проекту как методолог, и мы прорабатываем именно... Я больше там проектную деятельность, то есть больше направленность по проектной деятельности, то есть предпринимательство. И в этом возрасте то, о чем я говорю, что детям, а особенно в возрасте, вот мы сейчас подходим от 15 до 17 лет. Детям очень интересны программы, как реализовать свои идеи, как заработать деньги. Ну и естественно... Так, у меня тут чуть-чуть сбились ссылки, я переделаю презентацию, в группу придете, уже переделанную презентацию сможете скачать. Когда мы говорим о детях, старшеклассниках, о студентах, то им интересно уже соревнования не только между своими одноклассниками и в своей школе, но и выйти уже посмотреть, а что в других школах, а что в других вузах. Я здесь объединяю уже старшеклассников и студентов, потому что они могут участвовать во всероссийских различных, ну вот допустим, онлайн-квест по финансовой грамотности, либо всероссийский чемпионат по финансовой грамотности, либо вот это кейс-игра Азбука финансовой грамотности. Здесь есть замечательная браузерная игра с сайта «Финансовая грамота», где нужно помочь герою накопить, ну то есть составить свой бюджет и прожить свою какую-то определенную жизнь. Таких игр на самом деле очень много. Вот одна из игр по предпринимательству для старшеклассников, где нужно выбрать небольшой бизнес вендинговый аппарат и пройти в статусе индивидуального предпринимателя этот бизнес провести. Вот она, эта игра, о которой я говорила, Сбербанк «Вклад в будущее», но, к сожалению, она сейчас закрыта. На сайт вы можете пройти, внимательно почитать. Я думаю, что как только она будет активна, я в группе обязательно вывешу. Очень классная игра здесь и для взрослых, и для особенно старшеклассников. То есть понимание того, как мы, ну то есть вот все темы финансовой грамотности объединены в одной игре. То есть прожить свою жизнь, сформировать свой бюджет с учетом страхования, то есть с учетом, может быть, кредитования, с учетом улучшения условий жизни. Ну то есть здесь как бы все сферы с учетом, вот видите, смайлики. Если вы проседаете в одной сфере, то смайлики будут, ну как бы с обратной улыбкой, да, и у вас благополучие будет снижаться, потому что благополучие семьи – это не только деньги, да, это и в принципе психологическое благополучие. Поэтому вот эта игра очень классно показывает, именно как наша финансовая жизнь влияет в целом на благополучие. Я сейчас чуть позже скину ссылочки на свои группы. И они, кстати, в презентации есть, там на второй страничке. Ссылки, я думаю, тоже активны. Смотрите, на сайте фонда «Вклад в будущее», я о нем уже говорила, есть тоже разработанные сценарии игр. Бесплатно их можно скачать и проиграть со своими старшеклассниками. Ну я думаю, что здесь даже для средней школы подходят, потому что там многие начинаются от 12 лет игры. Я думаю, что здесь уже преподаватель сам подбирает эти игры. И я думаю, что в рамках какой-то темы можно прямо вот устраивать вот такие игровые дни. Эта игра была «Личный вклад». Вот она игра «Предпринимательство». Но единственное, что преподаватель должен сам обладать, да, то есть познакомиться с сценарием. Достаточно непростые там сценарии, вот особенно про предпринимательство. Что нужно сначала потратить время для ознакомления и изучения этих правил игры, чтобы провести эту игру. Ну как и любую другую игру. Деловая игра, семейный бюджет, когда делятся на разные семьи и проигрывают разные ситуации. То есть достаточно большое сейчас портфолио игр. И еще раз возвращаюсь к образовательным проектам. Пакт. Вот здесь игры и соревнования для школьников и студентов. Тоже, видите, да, личный финансовый план, бюджет семьи и так далее. То есть вот предпринимательство там есть. То есть игры, они уже есть готовые. Но вот компетенции педагогов, они требуют все время работы. То есть мы все время, мы ежедневно учимся, ежедневно повышаем свою, ну скажем так, свой профессионализм. Очень интересная игра. Это из платных, если игр, это стартап-конструктор, через поисковик можете найти. То есть если кто играет именно в такую креативную экономику, то есть экономика создания каких-то там ценностей интеллектуальных, то очень интересная вот эта игра в стартап. Здесь можно тоже проиграть. Интересные игры, вот коллеги сбросили из Белоруссии. То есть без привязки. Сейчас вот я посмотрю, еще с нами поделились. Финансовый футбол, да, тоже классная игра. Я не все, вот честно говоря, очень много сейчас игр. Спасибо огромное, что поделились. Очень много игр, которыми можно делиться, которые есть, можно скачивать. Огромный накоплен опыт. Главное подбирать, да, то есть прорабатывать свою программу, подбирать игры под свои цели и свои задачи. И проигрывать с детьми. И обязательно, да, самое главное, это обучение, ну, как бы, вот направление детей, умению работать в командах, отстаивать свою точку зрения. И часто очень, когда начинают детей объединять в команды, есть очень много, ну, разных психологических трений, да. То есть здесь вот педагог именно в этой, то есть с этой точки зрения нужна помощь, нужна помощь педагога. Потому что даже дома, играя там с одним ребенком, сталкиваешься с различными вот этими реакциями. Может быть, обида там и так далее, да. То есть вы знаете, с детьми у разных возрастов, дети как бы, скажем так, мозг человека развивается постоянно. В детском возрасте не все ребенку доступно. Поэтому вот для этого нужен педагог, потому что игра, чтобы не пошла во вред. Потому что игра, в принципе, полезная ситуация, но самое главное, как интерпретирует ее педагог и какую рефлексию в конце проводит, то есть подводит итоги. Коллеги, благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, я отвечу. Так, были вопросы по группам. Сейчас я вам сброшу, приглашаю в группы. Так, сейчас не подготовила сразу. Приходите. У меня в группах обычно анонсы и различные. Так, сейчас. Что-то у меня сегодня с чатом. Сейчас, секундочку. Прочищу чат. Так, здесь. Но ссылки, в принципе, на группы есть. Как-то у меня поменялась ссылка на ВКонтакте. Они там сейчас переделывают. У меня был очень краткий сайт. Сейчас, секунду. Но те, кто не нашел, да? Кто нашел на слайдах презентации, это все есть. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю активную работу. И жду в группах. Либо задавайте вопросы. Я сейчас на вкладочку «Вопросы» зайду. Так, презентация. Тут один вопрос был по презентации. Презентацию я в доступе оставила. Все, коллеги. Если нет вопросов, я желаю вам здоровья, финансового благополучия, счастливого завершения года и счастливого начала Нового года. И до новых встреч. Всего доброго.